В региональной приемной партии «Единая Россия» состоялся единый день оказания бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам. В Ленинский район приехали граждане из Хима, Краменского, Подольска и других городов Подмосковья. В Московской области большое внимание удивляется проблеме обманутых дольщиков. Понятно, объектов у нас таких немало, потому что само Подмосковье инвестор привлекательное. Здесь много инвесторов, не все из них оказываются добросовестными. В этом случае мы, конечно, их не бросаем, дольщиков, и до каждого объекта составлена дорожная карта, которая поэтапно реализуется. Прием проводил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Оказание правовой помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – важная задача, стоящая перед народными избранниками. Такая акция, уже проводимая «Единой России», была признана успешной. Вместе с депутатом разбирались с вопросами дольщиков сотрудники Министерства жилищной политики Подмосковья и представители Ассоциации юристов России. Наша задача – все-таки выйти на какую-то системную причину. Почему происходят вот эти сбои, когда при всем имеющемся достаточно хорошем, с правой точки зрения, государственном механизме, возникают вот эти вот казусы, ситуации, когда все-таки люди не получают того, что они имеют право по своим договорам. У инициативных групп участников долевого строительства проблемы разные. Но объединяет их одно – получить, наконец, заветные ключи от квартиры в новостройке. Правда, подобные объекты можно назвать скорее «Долгостроем». Многоквартирный дом жилого комплекса «Видный город», в котором купил недвижимость Владимир Хавин, находится на высокой стадии готовности, но сроки сдачи сдвигаются. «Перенесли на август 2020 года, то есть следующего года. Фактически дом готов, его можно сдавать непосредственно к Новому году. Фактически этот дом можно сдать. Но в результате сроки растянуты. И мы хотим, чтобы эти сроки сократились». Владимиру удалось получить консультацию юристов по своему вопросу. «Фонд или другую лицу, который будет брать на дострой объекты, он, во-первых, не обязан соблюдать те сроки, которые указаны в ДДУ. Поскольку все прекрасно понимают, что у кого-то ДДУ с действующим разрешением на строительство, а какие-то долгостроят там уже, собственно, сроки, мало того, что истекли, и разрешительная документация истекла». С 2013 года в Московской области около 60 миллиардов рублей направлено на достройку жилья обманутых дольщиков. За это время ключи от своих квартир получили 36 тысяч жителей. Дмитрий Книга, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.